МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Близко знакомые с Игнатием Семеновичем заметили сразу. Волнуется. Его смущает свет видеокамеры, незнакомые люди. Собирается и вот уже готов рассказать о своей непростой жизни. На войне был всего неделю, но этого хватило, чтобы, вернувшись домой, совсем по-другому смотреть на жизнь. Так я пришел, у нас 18 человек было 25-го года. Вернулось примерно где-то 6 человек. И я сейчас последний свободен. Больше нет, да нож нет. В Юргенском районе сейчас осталось 12 ветеранов. А еще 4 года назад их было 24. Игнатию Рожкову 90 лет. Он сам предложил, а давайте расскажу про детство. С самого начала, с 1925-го. А годом ранее, в 1924-м, образовался сам Юргенский район. В райцентре тогда был мелиоративный участок, отделение Сибле-склада, школа, изба-читальня, лавка центра спирта, лавка общества потребителей, почтово-телеграфное отделение и лечебный пункт. И чтобы советская власть триумфально прошествовала по Сибири, перетрясли всю систему. Вот на этой речке Юрга, под горою баня, в то время бабки принимали роды. В 1950-м году началась коллективизация. Стали на собрания ходить. Кто отказывался в Кахмас идти, того отправляли на Сыргут. Там отправляли летом. Меня не довезут, в Тюмени на водный транспорт, и на берегах выгружают людей. Ну, Маркелова, что, богатых не было сильно. Завиточные мужики были. Вот это были. Но кулаков, как это, не было. Но у меня отец не пошел, тоже в колхоз. Но его отправили, нас не задели, а его отправили на Урал, на Держин. В отместку разлучили родных людей. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Попали в точку. Жизнь без отца была не сахар. И это еще мягко сказано. Из своего дома местные власти женщину с детьми выгнали, перебивались как могли. То в одной брошенной избенке поживут, то в другой. В соседний район даже подались. Но и там не сложилось. Жили плохо. В городе выкопали там картошки. Активисты тут были. Забирали, как за наук. Вот так вот. И пришлось потом выходить. Пришлось и по миру ходить мне. В Маркелово. И там я ходил мало. В Кочнихо это недалеко. Жили на подножном корму. Идем в лес. Ледунки, саранки. Все. Все это пеканы. Называют их. Вот этим и питались. В 1937-м переехали в Володина. Мать стала работать на маслозаводе. И вот тогда вроде жизнь стала налаживаться. В 14 лет Игнатий Рожков и сам пришел на это предприятие. Работал бондарем. Бочки собирал. Клепка-то, она была готовая. Поступала. Просрога она все. Только с Калашиной. В 1939 году я пошел работать. Сколько надо? Ну, ящиков. Ящиков 13-15. Так вот. Коротов-то в то время это не так много было в Калхозе. Ну, сдавчики сдавали. А в дневный период там совсем мало. Ящика два было масла. Там не маслозавод был. Не понимаешь, не бабыка в кругу ходили. Многое уже не вспомнит ветеран. Вот только 22 июня 1941 года едва ли забудется. Ему всего 16, а в деревне праздник. Посевная закончилась. Отмечали с размахом. Рядом с селом под горой. Это часов 10 стали расходиться. Сергей приехал в посыльный и сообщил, что война от Германии началась. Сразу машину увезли их. Они там до утра пробыли, домой привезли. Они приехали. А потом встали повестки вручать. Вот и так началась эта война. Война для Саши Рожкова началась в 1943. Собрали ребят 1925 года рождения и отправили служить. Только не на запад, а на восток. В запасную часть. В Камске был, в Бийске был. Потом на Дальний Восток. И там я дослужил. Немного участвовал в Японии. Немного, в трех, несколько дней. Потом оттуда война. В войне немного участвовал. Потом кони собирали торфейных. Их народное хозяйство. Военная часть называлась кондепо. Мы с этого кондепо получали, этих коней привозили нам. А мы отправляли в народное хозяйство. Запасная, специальная воинская часть. Там занимались воспитанием личного состава. Из нее формировали соединения. А также пополняли личный состав действующей армии. Рожков участвовал в советско-японской войне. Последней кампанией Великой Отечественной. Она длилась с августа по сентябрь 1945 года. И понятно, как закончилось. Говорит, в боевых действиях участвовал всего дней 6-7. Получил царапину руки, потом госпиталь. Вот и весь рассказ. Скупой и односложный. Раньше был более разговорчивым. Продолжает снаха Игнатий Семеновича, Любовь Леонидовна. Дети же совсем были. Вот ему 2 февраля бы исполнилось 18, и забрали его 17 января. То есть даже 18 лет еще не было. Причем дети-то из деревни, из глухой. Да с таким образованием-то. Ну, представляете, ну инфантильные дети, самые настоящие. Он в учебке там был, а потом, когда военные действия начались, ну он рассказывал, что дней 5-6 лет он провоевал, вот он говорит, его царапнуло руку. А его не царапнуло руку, у него разбило локтевой сустав полностью. Его после госпиталя, как бы, уж если бы, допустим, мирное время было, или как, его бы вообще комиссовали. Но его не комиссовали, в комендантский полк сначала определили. А потом, когда военные действия закончились, японцев охранял 2 года. И только в 48-м году демобилизовался. Ребенка бы отправил вот в такое месиво. И вот такие вот рассказы. Не как взрослого человека, солдата. Боялись, страшно боялись, и смерти боялись, и падали рядом. Умирали в крови с отрунными руками, ногами. Все боялись, но чувствуешь. Ему было 23 года, когда, наконец, демобилизовался. И домой, только домой. Там ведь мама ждала. Война окончилась, когда карточную систему отменили. Там все в магазинах появилось. Все, что тебе надо. И конфеты, и все, что надо. И питание, и колбаса, и все появилось. Ну, мы дожили, мол. Здесь куда-то проехали. Царю хлеба спрашивали. Ну, вообще, хлеба, нас мы его не ездили в вагоне, кладили в кучу. Ну, да, там он, человек хлеба просит. Чем дальше, тем больше хлеба. Потому что давай я с хлеб делюсь тоже. Вот как получилось. Приехал домой, а тут что? Картошка вся вымокнула. Хлеба нет. Очень трудно было это, 48-й год мне жить. Но потом, очень пришла, картошки нет. Здесь она пришла, картошки нет. Вот что заработать, на семена картошки покупаешь. Дадут 8 килограмм этого овсяной муки. Какая-то мука из овса? Килово одна. Что до войны, что после. Да тут еще и, как назло, не урожай. Пошел снова на маслозавод. Колхозники, вы знаете, они стали жить-то по-человечески. Вот когда колхозы укропнились, вот тут-то стали люди жить. Лес отдали колхозу. Колхоз командовал. Технику колхоза снабдили. И вот они возили лес и домичники стали строить. То все гнилое было, то уже. А потом колхозы все поднялись, неплохо стали жить. Все эти годы, а на маслозаводе Игнатий Рожков проработал без малого 30 лет, он был стойлером. У него вообще страсть какая-то к дереву. А потом мастерить деревянные изделия учил деревенских ребятишек. 20 лет вел уроки труда в коррекционной школе. Особенно младшие классы рвались на уроки. Ну а старшие-то скрывались иногда. Солярное дело делали. Со старшими все делали. Ну, младшие там легкая работа была. Вот. Легкий материал. А со старшим делали столы делали, табуретки. Вот такие, на какой вы сейчас сидите. Никто меня не учил. Учиться некогда было. И не было никакой возможности. Как говорится, закончил 4 класса и 5-й календарь Володинской школы. А получил бы образование, может, изобретателем стал. Он ведь в свое время мастерил разные велосипеды и машины. Собирал из чего придется. И главное, ездили. А еще плел корзины. В свое время его работы на разных выставках показывали. Сейчас забросил это дело. Руки не слушаются. Многие односельчане у него учились. Получилось только у соседа. Потому что плетение, работа муторная, столько требует терпения. Вот прошел раза 4. Надо высушить. А когда высохнет, опять раза 4 проходишь, опять сушишь. Вот это работа муторная. Ну, гарантия есть 100 лет. За месяц-то штуки 5 лет, может быть. Вот так. Может, 6. Ну, не больше 6. Потому что на сушку много времени ходит. Я круглый год спел. С осени заготовлены, плетя, с вечерем ухали. Плево. А еще ветеран Рожков с какой-то особой гордостью достает и показывает вот эту папку. Здесь грамоты, благодарности за всю его жизнь. Несколько лет назад Игнатия Семеновича, как ветерана, хотели переселить в благоустроенную квартиру в Юрге. Отказался. Куда, говорит, всю жизнь на земле прожил. Местные власти и решили построить вместо старой избенки новую. Так и живет. Пенсию я хорошую получаю. Ухаживаю за мной. Владимир, сын. На них часто приезжают, часто. Неплохо живу. Тепло, светло. Ни мухи не кусают. Сегодня утром проснулся, пришел все эти открывать. Лорку дверь открыть. И это большая удача, что остались еще вот такие люди, которые могут рассказать о том, как воевали, как пережили разные времена. Вот и хорошее самочувствие бывает все реже. Но они готовы встречаться, рассказывать и давать надежду молодым, которым, ох, как повезло. Они не пережили произвол, голод и самое страшное – войну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok